Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. И делаю это не без удовольствия, потому что сегодня, наконец-таки, у нас есть возможность подвести итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы и определить на текущий момент, какие же все-таки перспективы имеются у американской валюты. И, соответственно, через динамику американского доллара, что можно ожидать по другим валютным активам, которые мы используем с вами в каждодневной спекулятивной деятельности. Что касается сценария нашего сегодняшнего брифинга, как всегда, разумеется, обозначу кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительный бонус плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться этим бонусом, разумеется, вы прекрасно знаете, достаточно произнести его вашему персональному менеджеру и потребовать его получения. Это бонус на пополнение, и он, еще раз напомню, это важно, плюсуется к тем акциям, которые уже характерны для компании Амаркетса. Сегодня величина бонуса поменьше, конечно, чем вчера. Ну и экономический календарь тоже поспокойнее, 5%. Я очень надеюсь, что вы использовали нашу вчерашнюю 8% прибавку. И очень надеюсь, что как раз, учитывая, опять же, заседание ФРС, смогли прокатиться вместе с нами на наших инвестиционных идеях, касающихся коррекции рисковых инструментов и роста американской валюты. Прежде чем перейти к ФРС, давайте все-таки не нарушать наш традиционный сценарий. Знаю, что очень много внимания сейчас к нефти и позициям российской валюты. Поэтому начнем традиционно с наших вступительных активов. Откройте, пожалуйста, графики бренда, дневки. Нас интересует как раз этот таймфрейм. Смотрим на актуальные котировки сейчас, которые обозначены в районе 53-55. В целом, можно говорить о том, что вчерашняя торговая сессия оказалась еще в дополнительной восстановительной плюстой, которую мы анализировали днем ранее. Видимо, сейчас трейдеры после того, как успешно прокатились на таком затяжном снижении, уже приступают к фиксации достигнутого результата. И, разумеется, это провоцирует локальный выброс актива наверх. Но это исключительно технические факторы. Серьезных фундаментальных оснований и предпосылок до этого нет. Хотя здесь можно еще сделать небольшое отступление и вернуться к статистике, которую мы анализировали по итогам вчерашней торговой сессии. Потому что помимо ФРС мы знаем, что вчера были опубликованы данные по запасам нефти в США. И, в частности, здесь локальный фактор поддержки для нефти, потому что Минэнерго США сообщила о том, что запасы снова снизились на 4,2 миллиона баррелей. Но, в целом, если мы оценим общий объем, общие ресурсы, общие, скажем, емкости резервуаров, хранилища в Кушинге, то смело придем к выводу о том, что даже несмотря на это сокращение, в целом показатели по производству и, скажем, запасы находятся на практически исторических максимумах и планомерно приближаются к своим номинальным показателям. В качестве противовеса вчерашней статистике по снижению запасов я хочу предложить вам актуальные цифры по производству уже со стороны Саудовской Аравии. Мы, разумеется, уделяем очень много внимания, соответственно, представителям стран ОПЕК, постараемся оценить вклад каждой из них в общие показатели в рамках квоты, которая сейчас обозначена в районе 30 миллионов баррелей в сутки, но уже давно пришли к выводу о том, что, исходя из аппетитов этих стран, мы уже видим то, что эта квота давно превышена и сейчас, наверное, уже находится выше 32 миллионов баррелей в сутки. Саудовская Аравия в июне добывала 10,56 миллионов баррелей в сутки, сейчас этот показатель стремится уже к 10,7, соответственно, еще один прирост, еще один фактор давления и еще, скажем, один стимул, который будет усиливать расхождение, рассинхронизацию между спросом и предложением. И вернемся к нашим долгоиграющим, долгосрочным, фундаментальным еще факторам коррекционного движения для нефти, это, опять же, Иран, ожидание снятия финансово-экономических санкций, слабость мировой экономики, ожидание все-таки разворота тенденции по увеличению запасов в США, опять же, удручающая статистика в Китае, текущая актуальная ситуация, слабость, которая уже прогнозирует более худшие, более плохие показатели по темпам экономического роста, и, разумеется, это будет подрывать спрос на сырьевые товары и на нефть. И, кроме того, мы ожидаем еще абсолютно фундаментально обоснованный рост американской валюты, и он в какой-то мере уже сейчас происходит. Как только этот рост усилится, значит, рост американской валюты спровоцирует такое же давление, серьезное давление на риск инструмента, к которому традиционно относится еще и нефть. Поэтому, даже несмотря на локальный всплеск интереса к нефти, по факту, может быть, для кого-то существенной перепроданности его сейчас, может быть, мы увидим коррекцию в район 55 долларов за баррель. Но, в целом, пока я не советую отказываться от долгосрочной идеи, указывающей на то, что бренд легко может двинуть дальше на север и опуститься ниже уровня 53, а то и даже 52. Мы поставили давно долгосрочную цель – это коррекция в район 50 долларов за баррель. Теперь плавно переходим к российской валюте, потому что здесь действительно есть что сказать. Мы видим то, что рубль вчера, достигнув, по сути, локального максимума, точнее пара USDRAP в районе 60-50-60 полетела вниз. Сейчас актуальные котировки уже 58-78 на премаркете. И, понятное дело, невооруженным взглядом видно, что на рынке появился фактор, который оказал рублю локальную поддержку. И в качестве этого фактора выступило решение Центрального банка приостановить покупки валюты, которые осуществлялись раньше для пополнения золота валютных резервов. Но это официальная причина. На самом деле мы уже давно пришли к выводу о том, что это элементарное, обычное, абсолютно логичное, интервентное вмешательство со стороны российских монетарных властей для того, чтобы сдержать стремительное укрепление российской валюты. Мы помним то, что ЦБ выступил с инициативой покупки валюты максимум до 200 миллионов долларов в день, тогда, когда пара вплотную приблизилась в район 50 рублей против доллара. И, учитывая то, что после этого укрепление российской валюты остановилось, и, напротив, рубль столкнулся с еще одним фактором давления и оказался, скажем, в плоскости девальвации, можно говорить о том, что эти меры возымели успех, и Центральный банк действительно добился того, чего хотел. Если мы посмотрим на, опять же, те факторы, которыми руководствуется российский мегарегулятор. Это, на самом деле, чистая математика. Нужно обеспечивать достаточность российского бюджета. Нужно, чтобы один баррель стоил примерно 3200 рублей. Соответственно, если мы посмотрим актуальные котировки по паре USDRAP в районе примерно 60 и умножим этот показатель на цены на нефть, на 53, получается, что как раз этот показатель уже достигнут. 3200 – это тот уровень, который является более-менее комфортным. Это, конечно же, не шоколадные значения, которые мы наблюдали в 2013 году, точнее, российские монетарные власти, определяя достаточность российского бюджета. Но это уже хоть что-то. Поэтому, если сейчас Центральный банк принял решение, что текущее значение рубля вполне достаточно, и нет смысла оказывать дополнительное давление, значит, мы переключаемся уже на динамику нефти. И понимаем, что если Brent снова пойдет вниз, коснется уровня 50, значит, можно будет ожидать дополнительных действий уже со стороны Центрального банка, потому что в этом ключе придется догонять по конверсионным сделкам и по уровню соответствия курса рубля и стоимости Brent. Что касается вот этой интервентной политики механизмов со стороны Центрального банка, напомню, что Центральный банк, в принципе, чтобы, наверное, не провоцировать какие-то панические настроения, тогда, когда запустил эту программу, сообщил о том, что она направлена исключительно для пополнения золотовалютных резервов, но мы прекрасно, скажем, оценив математический эффект подобной программы, пришли к выводу, что если даже максимум будет покупаться 200 миллионов долларов в день, значит, примерно это 4 миллиарда в месяц, соответственно, 12 миллиардов в квартал и 42-43 миллиарда в год. И чтобы восполнить потери, которые Центральный банк понес с точки зрения сокращения международных резервов в 2014 году, когда нужно было поддерживать стабильность финансовой системы и сдерживать стремительную девальвацию рубля, Центральный банк израсходовал, по моим подсчетам, миллиардов 140-150. И чтобы восполнить эти потери, получается, нужно, чтобы Центральный банк активно покупал валюты каждый день в интервале 4-5 лет. Поэтому, разумеется, исходя из такого подхода, вряд ли пополнение золотовалютных резервов было единственной целью Центрального банка, и мы тогда уже пришли к выводу о том, что все-таки истинная причина – это как раз манипулировать курсом и делать его настолько достаточным, насколько требует, в принципе, экономика, учитывая текущие экономические реалии. Центральный банк отказался, соответственно, от этой программы, но мы продолжаем следить за нефтью, и если бренд снова даст слабину, значит, ожидаем еще одного витка девальвации и по рублю. Даже несмотря на локальную коррекцию, мы допускали то, что USDRAV вполне может ввести в район 58, все равно наша долгосрочная цель, опять же, учитывая общий экономический фон, учитывая риски, характерные для российской экономики, а также, в принципе, ожидание еще больше просадки по нефти, мы отметили то, что у пары USDRAV может быть цель повыше, уровня 63, 64, может быть даже 65. Поэтому туда пока с точки зрения долгосрочного тренда и метим. Чтобы далеко не отходить от рубля, еще раз напомню, что уже завтра на заключительной торговой сессии нас ожидает заседание Центрального банка России, но об этом уже очень, скажем, много говорили в ходе вчерашнего брифинга, пришли к выводу, что лучше сейчас ставку не снижать, потому что мы видим, что, опять же, учитывая существенное ослабление российской валюты, которое наблюдалось в последний месяц, уже, скажем, существенно возросла скорость обращения денег, а значит, возросло давление на инфляционный показатель. И чтобы еще сильнее не нагнетать такую обстановку в плане одного из ключевых параметров российской экономики, лучше, конечно же, сейчас занять позицию в ожидательном характере, посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше, и если ситуацию удастся взять под контроль, если курс рубля стабилизируется, ну или, по крайней мере, будет находиться на равновесном положении с актуальными ценами на нефть, разумеется, можно будет вернуться к возможности изменения курсовой политики только уже по итогам следующего заседания, которое пройдет 13 сентября. Но пока Центральная банка, в принципе, давайте особо не будем держать в фокусе внимания, поскольку каких-то серьезных решений мы не ожидаем. В понедельник, разумеется, в ходе брифинга мы вернемся к этому фону и посмотрим уже по факту решения, каким оно будет и как оно сказалось на динамике рубля. Идем дальше. Евро-доллар. В принципе, говорят сейчас про перспективы евро, американской валюты, иены, австралийца, фунта, новозеландца, канадца, всех тех, которые мы традиционно анализируем в ходе наших брифингов, здесь можно все эти активы объединить одним фоном. Это как раз с итогами, вчерашними итогами двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Поскольку совершенно очевидно, что сейчас трейдеры фокусировались на этом событии самым подавляющим образом, потому что как раз риторика монетарных властей является ключевым триггером, катализатором и драйвером движения на рынке Форекс и в рамках фондовых секций мировой экономики. И вот протоколы, в принципе, уже можем проанализировать. Знаем позиции многих представителей ФРС, знаем позицию руководителя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и можем прийти к следующим выводам. Что интересного было по итогам вчерашних протоколов? То, что монетарные власти в весьма оптимистичном ключе высказались о текущем состоянии американской экономики. Поэтому темпы экономического роста, которые раньше были по итогам первого квартала слабоватыми, это исключительно сезонные факторы. Мы переключаемся сейчас уже на более позитивный фундаментальный фон и ожидаем, что показатели по ВВП, которые будут опубликованы в США уже сегодня, точно скажу сейчас время, в 15.30 по московскому времени, будут, наверное, скорее всего, очень неплохими. И если мы сейчас посмотрим на прогнозную оценку, то сможем увидеть, что в прогнозы закладывается показатель 2,6% против прошлого снижения минус 0,2%. Если статистика действительно окажется столь неплохой, значит у доллара появится еще один фактор очевидной поддержки, роста, и он непременно будет использован в динамике пары доллар и японская иена. Что касается других заявлений и комментариев со стороны ФРС, поскольку, в принципе, было много высказываний в оптимистичном ключе об экономике, как я уже сказал, разумеется, также очень много позитива было сказано по текущей ситуации на рынке труда, на рынке недвижимости. Единственное, на что сейчас фокусируется внимание монетарных властей США, это на показатели по инфляции. Но, опять же, опасения уже снижены, есть предпосылки того, что уровень инфляционного давления будет стремиться к целевым показателям в 2%, и мы также об этом говорили. Действительно, основания нащупаны, и я считаю то, что сейчас, в принципе, смело можно готовиться, с какой бы стороны анализа фундаментального фона мы не зашли, к тому, что ФРС действительно приблизился еще на один уверенный шаг вперед к долгожданному решению о повышении процентной ставки. Думаю, что его можно ожидать уже, может быть, даже в сентябре, то есть фактически через месяц. Соответственно, ужесточение монетарной политики будет выступать серьезным фактором поддержки для доллара, и уже сейчас мы видим, если даже проследим динамику пары USD и Йена, то, что она оказалась выше уровня 124. Я считаю то, что USD и Йена продолжит полномерное восходящее движение, реагируя на соответствующий прирост доходности американских трежерис. Это также объективный показатель, на который нужно сейчас обращать внимание. ФРС, мировая общественность, трейдеры, инвесторы готовятся к самому крутому событию последних, может быть, даже последнего года. И мы фактически уже находимся недалеко от решения сентября. Есть вероятность, конечно же, что это решение еще не будет анонсировано в сентябре, но все-таки нам уже достаточно руководствоваться тем, что 2015 год будет завершен с 90% вероятностью тем фактом, что ФРС, наконец-таки, впервые за 10 лет повысит краткосрочные процентные ставки. Поэтому продолжаем делать лонговую ставку по паре USD и Йена, продолжаем покупать американца и метим, как минимум, на достижение нашей уже среднесрочной цели, поскольку мы, в принципе, стремились к уровню 125 еще задолго до того, как пара торговалась ниже 120. Но сейчас до нее остается уже около 100 пунктов, поэтому это может оказаться первичным ориентиром, на который мы сейчас поглядываем. 125 пара USD и Йена. Что касается евро, то, разумеется, раз американская валюта получила поддержку, рисковые инструменты вынуждены были теснить свои позиции, сдавать драгоценные пункты американскому конкуренту, и по евро мы увидели по итогам вчерашнего дня потери около 80 пунктов. И коррекция пары евро-доллар до уровня 1.0989. Сейчас на азиатских торгах мы видим то, что евро находится под прежним давлением и, соответственно, продолжает реализовывать ту цель, коррекционную которую мы поставили еще довольно-таки давно. Мы ждем движения в район 1.08, а потом еще и более глубокой просадки. Тем более, что сейчас, после того, как мы оценили общую ситуацию по ФРС, мы знаем то, что и Европейский центральный банк может выкинуть пару сюрпризов касательно программы количественного смягчения. Либо ожидаем расширения ассортимента выкупаемых облигаций, либо продления этой программы, либо просто увеличения объемов свыше 60 миллиардов евро. И в любом случае все эти сценарии указывают на дополнительные экономические стимулы и на дополнительное давление для европейской валюты. Забыл сказать про сегодняшний фундаментальный фон по доллару. Наверное, сегодня, если мы посмотрим содержание экономического календаря, именно американская валюта является главным фундаментальным героем. Нас ожидают три отчета. Это ВВП, опять же, учитывая оптимистичный настрой, думаю, что статистика будет хорошая. После этого тут же переключаемся на ситуацию по рынку труда, еженедельные заявки на пособия по безработице. Учитывая, опять же, прошлый показатель, 40-летний минимум, думаю, что и в этом ключе тоже нас ждет позитив. И заключительным аккордом статистическим станет индекс цен внутренних приобретений, тоже в 15.30 по московскому времени. Этот показатель мы уже будем анализировать с точки зрения возможного влияния на уровень инфляции. Но поскольку уже оптимизм известен касательно того, что есть основания для роста инфляционного давления и движения к цели в 2%, я считаю, что все три показателя смогут сегодня поддержать позиции американской валюты. Пару слов еще хотел сказать про фунт. Приближаемся мы к очень насыщенной торговой сети следующей недели. Это четверг, который уже называют суперчетвергом. Связано это с тем, что раньше концепция публикации важных макроэкономических данных по британской экономике предполагала сначала проведение заседания, потом спустя этого в течение двух недель выходили основные макроэкономические показатели. Сейчас Банк Англии решил изменить этот концепт и озвучить на рынке решения по процентной ставке, по объему выкупа актива, по прогнозам, по ожидаемым показателям по инфляции, собственно, подвести итоги протоколов и голосования по поводу изменения монетарных политики все в один день. Это, по сути, прецедент. В мировой практике такого еще нет, когда столь много важных макроэкономических отчетов объединяется в одну публикацию. Банк Англии в этом ключе выступит первым. Я считаю, что следующий четверг будет перегружен на макроэкономические события. Я думаю, что будет серьезное давление оказано на рынок. Ну а мы будем, конечно же, ловить каждый из этих отчетов и стараться использовать его с точки зрения прибыльных сделок по паре фунт-доллар. Поскольку я уже отметил, что доллар усилил свои позиции, оказал давление на рисковые инструменты, фунт в этом, скажем, исходя из этого, также не стал исключением. Мы видим вчера потери, и сейчас мы видим то, что пара торгуется в районе 1.56, но сохраняет, опять же, коррекционный задел на еще большее снижение. Мы ждем просадки пары ниже уровня 1.55. Что касается кодового слова на сегодня, это «Алхимик». Еще раз напомню, что величина бонуса 5%. Это дополнительный бонус плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем комментариев и вопросов на нашем официальном канале «Амаркетс». Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.